В эфире еда живая и мертвая. Меня зовут Сергей Малоземов. В качестве продукта недели я выбрал на этот раз шпинат. Вот эти листья, совершенно неизвестные большинству россиян. А на самом деле из них можно не только приготовить много вкусного, но и, если речь идет о пользе для здоровья, то мало какой продукт может с ними соперничать. Главное достоинство шпината – это антиоксиданты. Вещества, которые можно назвать нашими внутренними защитниками и докторами. Но интересно, а замороженный также полезен, как свежий? Специально для нас эксперты в НИИ технологии консервирования сравнят образцы, прошедшие разные виды обработки, со свежими. Мы исследуем антиоксидантную активность каждого из этих образцов, по методике определения РАЖ, то есть показателя редокс-потенциала. Результаты скоро узнаем. Главная, пожалуй, проблема со шпинатом – это его вкус. Поклонников у него, прямо скажем, мало. В США ситуацию несколько исправили мультики про моряка Папайя, который с 1933 года из серии в серию чуть что ест консервированный шпинат. Производители этой зелени в Техасе даже поставили памятник Папайю за популяризацию. Вообще, конечно, ничего противного во вкусе шпината нет, и некоторые люди его любят, как зеленщик Гийом из Парижа. Вот эти молодые побеги берут на салат. Они хороши в сыром виде, а те постарше – обычно тушат или жарят. Чем старше листья, тем сильнее становится вкус. Подождите, послевкусие. А, да, что-то есть. Что-то такое ореховое. Да, я понимаю, о чем вы. Гийом говорит, что любит тушить шпинат с соевым соусом, лимонным соком и кунжутными семечками. Получается, судя по описанию, просто деликатес. Впрочем, есть и люди, которые, как москвичка Дарья, включают шпинат в рацион вовсе не ради вкуса. У меня были некоторые проблемы во время беременности с гемоглобином, и потом уже в последующем у ребенка моего тоже был понижен гемоглобин. Как ни странно, мы справлялись спокойно с помощью этого замечательного продукта, и никаких других синтетических витаминов или добавок мы больше не использовали. Шпинат очень богат фолиевой кислотой. Ее особенно недостает женщинам во время беременности и после родов. Фолиевая кислота нормализует уровень гемоглобина, особенно в комбинации с железом, которого в шпинате тоже немало. Правда, усваивается оно не очень хорошо, как и из всех растений. Чтобы повысить биодоступность железа в шпинате, его рекомендуют сочетать с продуктами, богатыми витамином С, например, в смузи. Спелое яблоко, киви, ароматный свежий кучок шпината, 4-5 фиников и воду. Если хотите погуще, можете добавить меньше воды. Мой ребенок любит пожиже, потому что удобнее пить через трубочку. А еще шпинат – отличный стимулятор психической деятельности. Все та же фолиевая кислота активно участвует в обмене веществ в нервных клетках, а магний и фосфор усиливают эффект. Ребенок готовится к экзаменам, сидит, занимается. Для того, чтобы он не перевозбудился, для того, чтобы он лучше усваивал материал, мы стараемся ему дать что-то такое, вот чтобы помочь. А чаще что даем? Шоколадку или еще что-то. А на самом деле, хорошо бы дать ему шпинат. Это еще и для глаз полезно. Шпинат богат каротиноидами. Они защищают сетчатку от ультрафиолета и снимают усталость глаз. Как заставить ребенка скушать шпинат или любое полезное блюдо? Назовите его макаронами или пиццей. И ваш ребенок с удовольствием его съест. Засыпаем в измельчитель или блендер одну ложку смеси прованских трав. Затем мякоть спелого авокадо, которая и придаст соусу сливочный вкус. Теперь самое главное – свежий шпинат. Поливаем лимонным соком немного соли. И немножечко добавляем воды, чтобы соус получился пожиже и смог полностью покрыть макароны. Можно измельчать. Важный момент – слабый вкус шпината ребенок вряд ли различит. А вот из-за кусочков зелени может отказаться от блюда. Поэтому перемешиваем тщательно до ровного светло-салатового цвета. Готово. Выкладываем на макароны. Еще очень важно для детей красиво украсить. Все любят вкусную еду, особенно дети. Самое главное – помнить, что чем меньше термической обработки, тем для шпината лучше. Поэтому, например, пирог или пицца со шпинатом уже не так хорошо. Мы проверили пять образцов шпината. Замороженный, консервированный, свежий из промышленной теплицы, еще один свежий из частной теплицы, пятый образец – свежий шпинат, тушеный в мультиварке. Оказалось, между свежими, замороженным и консервированным особой разницы нет. Только тушеный оказался менее полезен. Впрочем, тут есть тонкость. В процессе приготовления в шпинате понижается процентов на 15 и количество оксалатов – солей, провоцирующих камни в почках. Так что, если есть такой риск, лучше избегать или шпината вообще, или хотя бы выбирать термически обработанных. Мы людям, которые страдают мучекаменной болезнью, мы рекомендуем шпинат из рациона исключить. И при артрите тоже. А остальным любителям шпината рекомендуется хотя бы раз в пару лет сдавать анализ на уровень щавелевой кислоты в крови. В целом же шпинат – отличная штука. Хотя бы иногда есть его точно стоит. Тем более, что в интернете полно вкусных рецептов.